12 октября все армянские болельщики с трепетом ждут гостевого матча с Латвией. От результата этого матча напрямую будет зависеть, участвуют ли Армения в дальнейшей борьбе за путевку на Евро. Или можно рассматривать оставшиеся матчи как очередное получение опыта для следующего цикла. В этом выпуске мы обсудим список футболистов, приглашенных на матчи с Латвией и Северной Македонии, в какой форме каждый из них находится, а также обсудим шансы нашей команды на победу в этих встречах. Подписывайтесь на канал Love Football, ставьте лайки и давайте вместе посмотрим на список, который огласил Александр Петраков. Вратарская позиция, как обычно, не вызывает вопросов. У нас нет никакой альтернативы Огнену Ченчаревичу за Лашкерта. А Станислав Бучнев и Арсен Бегларян приглашены просто потому, что нужно заполнить заявку. К сожалению, у нас в чемпионате по-прежнему нет перспективных вратарей, кого можно было бы проверить в товарищеском матче Северной Македонии. Приглашение Диего Мильяна и Артура Коныгляна под армянские знамена тоже, видимо, пока невозможно. Так что ждем неповторимого Огнена в основе. В защите после дисквалификации вернулся наш капитан Вараздат Гаруян. В последнее время он начал чаще выходить в основе Астаны. А Камогу Ванесян и вовсе незаменимый футболист в основе казахстанской команды. Георгий Гаруцюнян, несмотря на бешеную конкуренцию в Краснодаре, продолжает выходить на поле как игрок ротации. В недавнем кубковом матче против Парья НН он даже отметился голым. В целом Георгий продолжает свой рост в команде Галицкого. И есть все шансы, что он станет большим футболистом. А вот Степа Макарчан, видимо, в матче против Хорватии не слишком впечатлил своих клубных тренеров в Осиеке. По крайней мере, после этого он уже третий матч подряд остается в запасе. Зато Нейр Кикнезиан продолжает быть одним из лидеров московского локомотива, что отразилось на его стоимости. В свежем обновлении Трансфермаркет Нейр стоит уже 5 миллионов евро. Это именно та сумма, которую требовала летом локомотив, чтобы отпустить его в более сильный чемпионат. Возможно, те же немецкие клубы теперь более охотно раскошелятся на нашего футболиста. Андрей Каллизер, к сожалению, в последний месяц наглухо сел в запас своего клуба в чемпионате Швеции. Остальные защитники в лице Таруна Восканьяна, Эрика Пилуяна и Жеряра Маркарьяна выступают в чемпионате Армении и являются основными в своих клубах. Стоит оговориться, что номинальный полузащитник Артак Дачьян из Пуника, скорее всего, вновь будет использоваться тренерским штабом, как правозащитник. На этой позиции он даже более уверенно выглядит, чем тот же Камо Гванисян. В полузащите есть одно новое лицо. Наконец-то болельщики смогут увидеть в деле Эдгара Севикяна из клуба Пари НН. Прямо сейчас Эдгар один из лучших полузащитников чемпионата России. Более подробно о нем вы можете посмотреть в отдельном ролике на моем канале. Кажу лишь, что это однозначно усиление для нашей атаки. Со времен Араса Узбилиса не было у нас более креативного и изящного футболиста, чем Севикян. А в технике, если он кому-то и уступает, то только за Лорояну. Однако это не значит, что место в основе ему обеспечено. На правом фланге атаки у нас есть еще Ваган Бичахчан и Тигран Барсевьян. И оба они в отличной форме. Тигран, безусловно, лидер атак Слована. А Ваган и вовсе провел блестящий сентябрь в составе польской Погони. В четырех матчах забив два гола и сделав одну голевую передачу и став лучшим футболистом месяца в своей команде. Естественно, Эдуард Сперсян тоже постоянно выступает за родной Краснодар. Он вообще незаменимый футболист в своем клубе и уже рассматривается многими как одна из звезд всей российской лиги. С этим согласен и Трансфермаркет. Сперсян стал одним из самых подражавших футболистов РПЛ, прибавив в цене на 3 миллиона евро. Теперь он стоит 15 миллионов. Тем не менее, Эдику стоит, конечно, более ярко и результативно выступать за национальную команду, чтобы перейти в топ-клуб, поскольку европейские скауты больше смотрят на международные матчи, чем на внутренний чемпионат России. Угучук Вуива, кстати, тоже немножко прибавил цене, теперь стоит 700 тысяч евро. Он тоже твердый футболист основы в Казанском рубине, однако не покидает ощущение, что наш нигерийский армянин достоин большего, чем выступление в составе аутсайдера РПЛ. С учетом того, как классно он себя показывает в матчах за сборную Армении, можно надеяться на переход в более сильный клуб в конце сезона. Главный технарь нашей команды Лука Зелараян – безоговорочная звезда в арабском Аль-Фатехе. В последнем матче он отметился голом, принеся победу своей команде. Насколько высока интенсивность матчей саудовской лиги пока непонятно, но точно достаточно, чтобы Лука створил свою магию в матче с латышами. Новичок португальский Касапи, а 20-летний Артур Сарабян пока только выходит на замены в конце матча в своем клубе, и ему еще предстоит адаптаться в новой стране. Безусловно, Артур очень перспективный футболист, и армянские болельщики связывают с ним большие надежды, но пока он больше опция для усиления атаки через выхода на замены в конце матча. На Гованессе Гару Цюняна и Вбей Марьянгулу отдельный акцент делать не буду. Оба футболиста являются основными в своих клубах и хорошо выступают в чемпионате Армении. Намного интереснее, что в заявке у нас номинально только два чистых нападающих – Ранд Ранус и Норберто Балекьян. К сожалению, оба не имеют постоянной игровой практики в своих клубах. Ранус в последнее время перестал даже на замены выходить в Бундеслиги, больше выступая за команду до 23 лет в Аруссии из Мюхенгладбаха. Балекьян за последний месяц вышел всего в одной игре за основную команду Бока Хуниорс, и то всего на 20 минут. Зато успел отметиться голевой передачей. Прикидывая ориентировочный состав, я думаю, больших сюрпризов от тренерского штаба в матче с Латвией ждать не стоит. Вратарем, естественно, будет Ченчаревич. На правом фланге – Дощан. На левом – Тикнизян. В центре знакомое всем трио – Гару Цюнян, Гаруян, Макарчян. В полузащите в центре – Иву Исперцян. На левом фланге – Зелараян. А вот на правом фланге есть небольшая интрига. Рискнет ли Петраков поставить Севикяна в основу? Я думаю, что Александр Васильевич предпочтет довериться тем, чьей способностью он лучше знает, и поставит в основу Барсигяна, а Севикян выйдет вместо него на замену. В нападении, кстати, тоже могут быть изменения, учитывая, что Ранос сейчас не в форме. Но все же думаю, что в старте выйдет именно он, а Балекян усилит атаку со скамейки. Обязательно пишите в комментариях свои варианты основного состава. Интересно будет узнать ваше мнение. К тому же это создаст активность в алгоритмах Ютуба. Что касается результата, то тут я не буду оригинальным. Мы обязаны побеждать Латвию. Знаю, есть болельщики, которые не любят слово «обязаны». Дескать, те же латыши только на 95-й минуте в матче с Турцией упустили ничью, причем находясь в меньшинстве. Да и дома, если помните, мы победили их только благодаря пенальти в добавленное время. Но если мы хотим видеть Армению на больших турнирах, а мы хотим, об этом и сами футболисты постоянно говорят, то побеждать такие команды, как Латвию, мы именно что обязаны. Лично я считаю, что мы победим со счетом 3-1. Согласны или нет, пишите об этом в комментариях. После матча посмотрим, кто из нас угадал. На этом у меня все. Пожелаем удачи нашим футболистам. А вас попрошу не забыть отблагодарить меня лайками и подписками. С вас не убудет, а видео благодаря вашим лайкам и активности в комментариях будет предложено алгоритмами YouTube большему количеству людей. Также вы можете помочь развитию канала любой суммой, отправленной на номер карты, указанной на видео и в описании к нему. Как всегда, увидимся после матча.